здравствуйте тема нашей сегодняшней лекции александр сергеевич пушкин историк русского театра мы опять меняем некоторый наш ракурс немножечко до нашего рассказа и если наш курс называется история русского театра вполне логично задаться вопросом ну а кто же условно говоря был первым историком русского театра кто вообще начал рассказывать историю русского театра с кого эта традиция начинается и может быть мы можем ответить на это знаете как есть такая шутка у игроков что где когда когда не знаю что отвечать всегда отвечает пушкин мы можем сказать что пушкин действительно был одним из первых может быть первым историком русского театра я думаю что вот эта лекция сейчас вас будет особенно интересно тем, кто слушал предыдущие, и вы можете находить, сами уже зная что-то об истории русского театра, можете находить какие-то отсылки к тому, что говорилось ранее, находить какие-то вопросы для себя, для размышления. Первый момент, на который, говоря о Пушкине как историке русского театра, я хотела бы обратить внимание, это то, что Пушкин с юности был заядлым театралом. Вот вы видите на слайде портрет как раз юного Пушкина, и о том, как много театральных впечатлений юности получил Пушкин, как это на него сильно повлияло, пишет замечательный историк театра Леонид Гроссман в книге Пушкин в театральных креслах. Это ужасно интересная книга, я от души ее вам рекомендую. Пушкин не просто поклонник театра в молодые годы, еще до того, как он начал сам писать драматургию, интересоваться историей театра. Он отдельно и особо большой поклонник балетов. Балеты в начале 19 века, конечно, не похожи на те балеты, которые можно посмотреть сегодня в Большом театре или Мариинском. Вот, собственно, вы видите здесь на литографии картинку из балета Флора, из коллекции Бахрушинского музея. Конечно, были совершенно другие представления и о танце, и о красоте, и о физических возможностях тела, очень отличные от наших современных, однако это отдельный сюжет. В принципе, Пушкин театрален настолько, настолько театрал, настолько любитель театра, театр настолько важен для него, что его первое большое произведение, первое резонансное произведение Пушкина, собственно, поэма Руслана Людмила во многом вдохновлена именно театром и театральными впечатлениями. Как раз в тот момент, когда Пушкин пишет Руслану и Людмилу, он, например, пишет в письме своему другу «Среди самой рассеянной жизни в семь часов вечера с половиной каждый день поминаем тебя в театре рукоплесканиями», пишет он своему другу, который, возможно, не пришел на какой-то спектакль. Вообще Гроссман, если хотите, вы можете почитать у него об этом подробнее, показывает, что Руслан и Людмила очень похожи на описание Дворца Черномора, какие-то сцены, шествия и так далее, очень похожи, просто поразительно похожи на какие-то мизансцены балетов Дедло, балета современников Пушкина. И вообще это такая поэма-балет. Мало кто об этом знает, наверное, мы все знаем, что у поэмы Руслана Людмила есть фольклорные корни, у нас со сказкой связано. Но вот еще, как ни странно или не странно, это поэма-балет. Соответственно, у Пушкина есть любимая актриса, нельзя не упомянуть в курсе об истории театра, ее имя – это очень важная героиня в истории театра начала XIX века Екатерина Семенова. Пушкин говорит в своей знаменитой статье «Мои замечания об русском театре», говорит о том, что, говоря об русской трагедии говоришь о Семеново и, может быть, только о ней, одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника, бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которые поняла она откровением души». То есть у Пушкина есть увлечение актерским искусством, он думает о том, как актерское искусство устроено, у него есть какие-то очень любимые персонажи среди его современников. Через Семенову он нам рассказывает, каким должно быть подлинное сценическое искусство. Вот вы здесь можете видеть и портрет Семеновой кисти Брюлова 1836 года, и Пушкин тоже изображал Семенову. Мы знаем, что Пушкин также не только поэт, но в каком-то смысле, может быть, не в самом высоком, но все-таки художник. И вот Екатерина Семенова, рисунок Пушкина, тоже вы можете видеть на слайде. Пушкин, конечно, связан с театром не только как любитель или поклонник балета или Екатерины Семеновой, конечно же, Пушкин драматург, и он написал величайшую пьесу Бориса Годунова, о которой пойдет речь в дальнейшем. А также маленькие трагедии, уникальные драматургические произведения для своего времени. Однако сегодня мы остановимся не на сюжете о Пушкине драматурге и о том, как он толкует историю в Борисе Годунове, об этом речь пойдет далее, а о Пушкине как на историке русского театра. Обращаясь к сюжету истории русского театра, описывая его, Пушкин задается удивительно современными и такими академическими вопросами, в каком-то смысле очень опережает свое время. Пушкин задает вопросы о том, для кого вообще существует театр, исторически и вообще в процессе своего становления и развития. И вот этот вопрос просто потрясающе новаторский и действительно прямо вот до сих пор актуальный. Какова роль зрителя в истории театра, описывая историю театра? Должны ли мы описывать только историю драматургии, историю актерского искусства, историю сценографии, или мы должны включить в разговор об истории театра историю зрителя, историю зрительства? Кажется, что сегодня современным исследователям театра эта оптика кажется очень актуальной, а Пушкин, наверное, первой в русской культуре, кто про историю зрителя, историю театра как историю зрителя, ставит вопрос. Собственно, я приведу сейчас несколько цитат из незаконченной статьи Пушкина, которая называется «О народной драме и драме Марфы Посадница», читает рецензия на пьесу Михаила Погодина «Марфы Посадница», историческую пьесу. В вводной части этой статьи Пушкин рассказывает свои взгляды на драматическое искусство вообще и на историю русского театра. Нам это ужасно интересно. Пушкин пишет о том, что история русского театра — это первый тезис, и я думаю, если вы слышали предыдущие лекции, вы согласитесь с Пушкиным. История русского театра специфична и очень сильно отличается от истории театра европейского. Если европейский театр развивался последовательно и органично, то русский театр развивается, насаждаемый сверху, не вполне естественно, с какими-то вот этими разрывами трагическими, когда театр угасает, и потом нам приходится переизобретать сначала театральное искусство, театральное ремесло, потому что традиция угасает. Мы с вами эти примеры в предыдущих лекциях разбирали. Соответственно, вот на этот момент какой-то неестественности и некоторого такого сбоя, который в развитии русского театра происходит, Пушкин обращает наше внимание. Драма родилась на площади, говорит Пушкин, имея ввиду под драмой театр. Вообще драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казнь и зрелище. Вот эта реплика Пушкина, что для народа и казнь и зрелище, и мы можем в один ряд поставить в каком-то смысле театральное представление и казнь, как театрализованное действие. Мы тоже с вами об этом говорили ранее. Далее Пушкин продолжает. Смех, жалость и ужас. Суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством. То есть весь театр, как считает Пушкин, строится на этих трех эмоциях, вообще на эмоциях, и на трех эмоциях. Смехи, жалости и ужасе. Конечно, он в этом отчасти наследует поэтики Аристотеля, но это сейчас не так важно. Важен тезис о том, что театр, по мнению Пушкина, и действительно и профессиональные историки, и историки театра современные XX века с ним совершенно согласятся. Театр вырастает из народного искусства, из народных форм искусства. Мы об этом говорили тоже в самом начале. И дальше органический переходит. Театр переходит с площади, с ярмарочного какого-то представления во дворцы. Соответственно, то, что мы называем сегодня сценой коробкой. На слайде вы видите тип площадного европейского представления. Это итальянская комедия «Дель арте», явление 17-го, рубежа 17-го, 18-го, картина рубежа 17-го, 18-го века. Вот народное зрелище. Да, вы видите, соответственно, люди просто стоят, никаких кресел, никаких лож, никаких роскошных нарядов или невероятных люстр. Люди просто стоят, ярмарка, площадь, незатейливая площадка с простыми декорациями и простые актёры, актёры комедии «Дель арте», чем-то похожие, например, на наших скоморохов, представляют для этой простой ярмарочной публики свой спектакль. А в другой части экрана вы видите придворный спектакль, да, значит, конечно, это не такая зарисовка современника, да, это, значит, то, как придворный спектакль времён Людовика 14-го видится художником начала 20-го века, однако мне кажется, что это довольно точная иллюстрация, да, здесь мы видим роскошь, люстры, бархат, занавес, да, значит, там роскошные костюмы, неестественность позы артиста, такая балетность, да, выворотности стоп в положении рук, да, это два совершенно разных типа театра, театр на площади и театр во дворце. И Пушкин считает, что естественный ход развития истории театра от площади к дворцу, да, такое облагораживание театрального искусства и так далее. В России же мы имеем дело с ровно обратной ситуацией. Театр родился во дворце, да, помните первый спектакль, который мы обсуждали, артоксекского действа царя Алексея Михайловича, это придворное зрелище, а дальше этот театр, родившийся во дворце, пытается как бы, да, захватить народ, да, стать народным. Вот там Петр дальше говорит, там нужно, чтобы все люди ходили в театр, а не только придворные. Елизавета Петровна говорит, русский для представления трагедии, комедия, общедоступный, театр нужно учредить. То есть как бы мы пытаемся искусственно пройти обратный путь от театра во дворце к театру на площади. Почему-то при этом получается плохо, да, и все равно такая публика демократическая в театр не привлекается даже в 19 веке, хотя, казалось бы, да, уже театральное искусство существует у нас какое-то продолжительное время. Пушкин говорит о том, что в европейском театре, да, как бы драматург, когда начинается вообще история театра, история драмы, например, Шекспир, да, которого так любит Пушкин. И если бы Пушкин мог поставить кого-то на заставку мобильного телефона, наверное, это был бы Шекспир, возможно, да, один из вариантов, потому что он его очень любит. Шекспир чувствует себя выше, чем все-таки, как и любой, да, вот драматург в такой системе театра относительно народного, чувствует себя выше зрителей, не чувствует себя обязанным зрителю, расшаркиваться со зрителем, раскланиваться со зрителем, да, и так далее. Он не чувствует, что зрители образованы его, наоборот, поэтому драматург свободен, в русском же театре, поскольку драматург начинается с придворного театра, драматург чувствует себя ниже зрителей, да, эта иерархия нарушена, потому драматург скован, заискивает, пытается угодить вот этому вот придворному языку и придворным зрителям, а зрители образованнее, чем драматург, а потому театр все время в некотором поклоне, да, таком перед зрителями и в ужасной несвободе. Пушкин говорит о том, что необходимо как-то нарушить, да, эту сложившуюся традицию и, наконец, перестать заискивать, да, перед драматургой, театр должен перестать заискивать перед зрителями и, да, почувствовать себя свободно. Собственно, это Пушкин пытается выразить в «Борисе Годунове». Итак, у меня есть несколько вопросов к вам по этой части, связанной с Пушкиным как историком русского театра. Какую актрису-современницу Пушкин ставит выше всех других и почему? Возможно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам придется остановить, вернуться к началу видео, остановить слайд и внимательнее прочитать, что Пушкин говорит о той актрисе, которую мы имеем в виду. И второй вопрос. Чем история развития русского театра отличается от истории развития европейского театра согласно идее Пушкина? Мы будем очень благодарны вам за ваши ответы, нам важна включенность, да, и какая-то интерактивность в этом проекте, поэтому мы будем вам очень благодарны за ответы в комментариях. Большое спасибо за внимание.